МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Для начала давайте определимся, что такое молодежный ресурсный центр. Где искать, зачем нужен, что это вообще такое? Ну, в первую очередь нужно сказать, конечно, о том, что это общественная организация, Хабаровская края общественная организация, молодежный ресурсный центр. А мы ее создали с молодыми ребятами из сел в 2010 году. Ну и главная цель, которую мы тогда преследовали, это помощь молодежи в реализации их идей. И непосредственно вне города, на территории сельских поселений, в которых живет молодежь. Сейчас деятельность молодежного ресурсного центра вышла немного за рамки только молодежных инициатив, и мы занимаемся вовлечением сельских жителей в развитие своих территорий. Насколько успешно? Ну, я хочу сказать, что вполне успешно. Мы раньше работали на территории Хабаровского муниципального района, это ребята из сел Хабаровского муниципального района. Сейчас вот те технологии, которые мы, ну, социальные технологии, которые мы применяем, мы стараемся их развивать в других муниципальных образованиях. То, что касается Хабаровского района, то с 2012 по 2015 год было реализовано более 150 социальных проектов. Это строительство детских площадок, спортивные площадки, тренажерные залы, ну и различные инициативы для пожилых людей. То есть технология реально работает. То есть и это все социальные инициативы, это инициативы граждан? Это непосредственно инициатива тех людей, которые живут в селе. Молодые семьи, которые захотели там на территории своего двора или своей улицы построить детскую площадку, они объединились, у них есть идея создать эту детскую площадку, но у них нет понимания, как это сделать, это нужно облачить в проект и подать на конкурс определенный. И мы помогаем эту процедуру пройти, то есть как эту идею оформить на бумаге, подать на конкурс, как защитить проект, потом его нужно еще реализовать, сопровождать и за него отчитаться. И вот этот весь комплекс, всю эту ситуацию мы проходим вместе с инициативными гражданами. Виктория, к вам вопрос. Молодежный ресурсный центр с общественной палатой непосредственно, как он пересекается, то есть чем может быть полезен? Ну, одну из задач общественной палаты Хабаровского края, да, это работа с молодежью. Ну, как Андрей уже сказал, что он помогает молодежи быть активными, и активными быть на селе. Конечно, это колоссальная помощь ресурсного центра в том, чтобы строить работу с молодежью. Посмотрите, он начинал в Хабаровском сельском районе, да, а теперь границы, они расширились. Значит, молодежь смотрит, и люди активные сельских поселений смотрят, и все-таки включаются в эту работу. Уже Андрей ездил со своей инициативой в город Комсомольск-на-Амуре, и там уже обучал комсомольчан и людей комсомольского района тому, как быть активными, как писать гранты и вообще, как эту деятельность продвигать. Так, немногие берут на себя ответственность, но активные люди, они однозначно есть, и мы видим, как это количество людей, которые берут на себя ответственность, оно возрастает все больше и больше. Опять же, благодаря совместным мероприятиям с общественной палатой. В общественную палату входят и другие представители общественных организаций. К примеру, сейчас с комиссией по развитию гражданского общества в общественной палате Хабаровского края мы запускаем проект под рабочим названием «Школа общественных организаций» «Общественная палата Хабаровского края». В рамках этой школы мы также предоставляем определенные знания и технологии людям, которые хотят реализовывать инициативу. То есть здесь работает не только молодежный ресурсный центр, но и другие общественные организации, которые есть в общественной палате. И мы стараемся это все делать совместными проектами. Много ли вообще людей на селе готовы к написанию и берутся за это написание? Ну вот 150, цифра, от которой отталкиваемся, она, может быть, общего масштаба не дает. Сколько, может быть, сейчас проектов еще пишутся? Ну, отвечу так. С каждым годом количество желающих, то есть мы даже можем сказать о конкурсе Хабаровского края, есть конкурс поддержки социально-ориентированных коммерческих организаций в Хабаровском крае. На конкурс подается чаще 90-100 заявок. Конкурсный отбор проходит, чуть более 60 или 70 проектов в год реализуется за краевые средства. И с каждым годом идет рост вот этих вот заявлений. Я думаю, что в этом году будет не менее 150 или даже 200 заявок. То есть там уже конкурс возрастает. Конкуренция возрастает. Единственная проблема, о которой мы сейчас сталкиваемся, и почему мы и выезжаем в районы, то, что у людей мало информации и умение писать проекты, вот этот проектный подход, он как бы нужен, для этого нужен навык определенный, определенные знания. Для этого мы едем туда и объясняем, как написать проект, куда подать заявку, как отчитаться. Основные сложности в чем? Решил я, допустим, написать проект. Кроме того, что не знаю я, с чем я столкнусь, с какими, может быть, трудностями, к чему подготовиться? К человеческому фактору, скорее. Вы же один не сможете этого сделать, скорее всего. Нужно будет объединить какую-то группу инициативных граждан. То есть вы выступите как лидер данной идеи. Ну и как минимум вам нужно человек 5-10 в команду. И вот с этим сложностью пока и сталкиваются люди. Не получается найти диалога определенного даже в сельском поселении, либо в муниципальном образовании. Есть тоже активные люди, но они не объединяются. Вот сейчас важно объединяться. И самое главное, к чему вам нужно готовиться, это морально к тому, что люди сразу не воспримут вашу идею, с флагом вашим не пойдут реализовать этот социальный проект. Им нужно объяснить, что от этого социального проекта они получат тоже пользу. То есть каждый родитель же понимает пользу детской площадки у себя во дворе. Но нет человека, который бы взял бы их всех, организовал, на это благое дело. Сейчас мы же с вами понимаем, что каждый из нас делает хорошие поступки по-разному. Либо смс-ку отправляет в помощь кому-то, либо что-то идет, помогает убрать, либо какие-то глобальные вещи делает. И если вот этих людей найти в сельском поселении и объединить на какой-то общей идеи, то могут очень многое делать. Но, смотрите, я, допустим, даже если я выиграл грант, я написал проект, я хочу что-то, благое дело сделать. Одно дело научить получать деньги, другое дело их тратить. Вот с этой стороны как? Это очень важный момент, потому что люди чаще всего, ну, кто-то видит в этом эгоистические какие-то, ну, такие потребности, да, пытается заработать на этом деньги. Но это не получается в любом случае, потому что любые деньги посредством гранта, они всегда контролируются. Любые целевые показатели в проекте должны быть достигнуты. Если они не достигнуты, то есть денежки обязательно возвращаются. Здесь, да, важно, вот почему мы проводим тренинги, для того, чтобы людям понять, показать разницу именно вот этой социальной важности. О том, что самый главный продукт социального проекта – это не сама детская площадка, которую люди построили, а главный продукт социального проекта – это человек. То есть в процессе реализации социального проекта должен поменяться не только пространство вокруг, но и сам человек должен внутри измениться, хотя бы стать ответственнее по отношению к своему двору, к своей улице или к своему подъезду. Виктория, вы как председатель комиссии непосредственно по социальным вопросам, да? Что больше всего волнует-то людей? Действительно, с какими инициативами чаще всего обращаются? Ну, если взять последний, да, год, 2016 год, можно посмотреть, с какими проектами выходили на получение грантов. Это, как правило, проблема инвалидов. С пожилыми людьми очень много внимания, что делается. С пожилыми людьми, да, очень много. Молодежь стала писать проекты. Часто проекты еще по… ну, какие-то большие мероприятия, фестивали, либо какие-то форумы огромные, где… Что-то событийное такое. Событийное, где можно еще сообщества сформировать, там, сообщества журналистов, форум журналистов, например, форум социальных технологов, там, или еще чего-то. И еще вот очень большое внимание у нас, по крайней мере, в крае уделяется межнациональным отношениям. Это очень важный момент, и мы видим, как диаспоры, ну, различные у нас включаются в социальную проектную деятельность, даже некоторые диаспоры совместные проекты делают. Но многие до сих пор не верят, что все это работает. Вот об этом что можете сказать, Виктория? Не верят, что работает система грантов, что можно вообще его получить? Во-первых, да, что деньги пилят, откровенно, да. Люди, не знаю, я вот сейчас потрачу время, да, в итоге кто-то, может быть, стесняется, засмеют. Ну, про распилы, то, о чем вы сказали, это, конечно, ну, наверное, даже смешно, да, обсуждать этот вопрос. Почему? Потому что 65 организаций, да, в принципе, с каждой организацией, человека, кого это интересует, он может встретиться, посмотреть, узнать, проанализировать проект, да, почитать на сайте, да. Вот, может также созвониться, допустим, там, с нашим отделом в правительстве Хабаровского края. И это конкурс, нужно же понимать, не могу я всегда быть в первых ролях, да, то есть я пишу-пишу каждый год и постоянно должен выигрывать. Нет, конечно, то есть если ты написал грант, и он действительно значим, то ты обязательно попадешь в то счастливое количество организаций, которые получает грант. Ну, это конкурс, мы должны понимать. Можно написать 3-4 раза и не выиграть, можно написать 1 раз и выиграть. Я считаю, что, ну, здесь говорить о том, что я никогда не выиграю, ну, не надо опускать руки, нужно пробовать, пытаться. Просто мысль, самая главная, которую мы пытаемся объяснить людям в сельских поселениях чаще всего, о том, что в это, конечно же, можно не верить, к этому можно скептически относиться, можно не желать этим заниматься, в принципе. Но, с другой стороны, мы видим, что люди включаются, начинают верить в то, что они реально могут что-то сделать, начинают объединяться в сообщество. Но самое главное, это нужно понимать, что никто не придет сегодня за нас и ничего не сделает. Либо мы берем и развиваем свое сельское поселение, да, и живем в нем, потому что, ну, 80% молодежи все равно возвращается в эти села. Это кажется, что я сейчас закончу школу, институт, уеду в Москву, стану суперуспешным человеком, да. Ну, это еще такой вопрос. Чаще всего люди возвращаются туда же, откуда они уехали, откуда они стремились всю жизнь уехать. Не возвращаются к тому же, от чего они уезжали. К тому же, от чего они уезжали, да. А это время можно было потратить на улучшение каких-то жизненных показателей в сельском поселении. И самое главное, что мы пытаемся объяснить, что никто не придет сегодня. Если вы сами не начнете развивать село, то в итоге мы придем к тому, что останутся, ну, село разъедется, да, останутся пожилые люди. И такой пример уже есть, там, Архангельская область, прекрасный социальный ролик есть. Мне очень понравился, и показательные бабушки начали писать социальные проекты, объясняя это чем? Тем, что к нам перестали ездить внуки. Для них это социальная ценность. То есть село настолько разъехалось, что бабушки остались одни, к ним не ездят внуки. И они начинают писать социальные проекты, там, не знаю, что они, а, мельницу они возродили, хлеб пекут, пасеку открыли, там, бабушки, дедушки, все, пасеку сделали, мед, значит, у них там свои какие-то там конфетки самодельные. Они начинают обустраивать детские площадки, к ним начинают приезжать внуки. Ведь для бабушек было важно не написать социальный проект и потратить, там, какую-то денежку или поверить во что-то, да, а в том, чтобы к ним стали приезжать внуки. Вот и все. Есть проблема, ее можно решить. Вот такой основной посыл, если сам за это возьмешься. Какие проблемы помогает решить акция «Агромания»? О ней сейчас поговорим. Что вообще это за проект? Мы побродили по просторам интернета и накопали краткую информационную справку, поэтому вопрос давайте посмотрим, а позже обсудим. Акция Общественной палаты Российской Федерации «Агромания» стартовала в сентябре на форуме активных граждан сообщества в Волгограде. Представители сельских библиотек обратились к общественникам с просьбой помочь восполнить дефицит книг. На просьбу откликнулись неравнодушные граждане со всей страны. За последующие три месяца в 19 российских регионах люди пожертвовали более 65 тысяч как новых, так и прочитанных книг в хорошем состоянии. Вскоре в поддержку акции появился сайт помогиселу.рф, который помогает не только оформить заявки на доставку книг в сельские библиотеки, но и открыть пункт сбора литературы. На сегодняшний день такие пункты сбора открыты в Москве, Брянске, Волгограде, Калуге, Красноярске и еще 15 городах страны, среди которых и Хабаровск. Сайт акции агромания помогиселу.рф позволяет любому неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе. Общественная палата Хабаровского края объявила акцию и начался сбор книг. Для участия в этой акции 153 библиотеки изъявили свое желание получить в виде благотворительной помощи книги, которые пожертвуют население. Это 12 муниципальных образований края, такие как Комсомольский район, Айяномайский, Тугурочемиканский, Верхний Буриинский. И можно продолжать дальше 12. Вот на сегодняшний день, если так вот говорить поштучно, нам удалось собрать около 2000 книг. Но если посчитать 153 библиотеки и поделить 2000 на, то получается по 13 книг на библиотеку. Этого мало. И я считаю, что хабаровчане могут сделать больше. Почему? Потому что у каждого дома существует какая-то библиотека. Библиотека переходила от родителей еще с советских времен. И те люди, которые к нам приходят, особенно это пожилые люди, которые называют себя шестидесятниками, они говорят, господи, мы самое читающее поколение, посмотрите, какая у нас подборка книг. Мы можем таким количеством поделиться, что, в принципе, закрыть всю проблему, о которой вы озвучиваете. И действительно, настолько много книг несут пожилые люди вот именно вот этого поколения, что просто поразительно. Говорят, выкидывать жалко, а отдать хочется. И действительно, книги очень ценные. И, в общем-то, придя сюда, чтобы мне хотелось сказать, чтобы наши хабаровчане, те, кто не знает об этой акции, откликнулись, перебрали свои библиотеки и пожертвовали книгу в рамках данной акции. Обязательно эти книги дойдут до своего адресата. И я думаю, что сельские жители будут очень благодарны, коль такая потребность существует. Если вот сейчас, ну не если, а когда телезрители наши увидят это интервью, захотят обратиться, где найти информацию? Мы будем проводить акцию до конца февраля. Книги можно принести по адресу улица Фрунзе, 71, кабинет 003-005. Это происходит в офисе Российского Красного Креста. Пожалуйста, в рабочие дни с 10 до 18, кроме субботы и воскресенья, без перерыва. Будем рады. Всем двери наши открыты. Да, я вот, к сожалению, не могу сказать, какова потребность, ну допустим, там одной сельской библиотеки, да, сколько должно быть там фондов, сколько по количеству, я не знаю. Но я думаю, тем количеством, которое мы собрали, ну не знаю, может быть, 3-4 библиотеки сельские мы бы, допустим, наверное, закрыли. Потому что есть и классика, и детская литература, и методическая различная литература, и словари, как, ну такие вот Ажегова, Даля, да, так и словари английского языка. Ну много очень детской литературы, кстати, и библиотеки сельские, и, в общем-то, и говорили о том, что не хватает классики, не хватает детской литературы качественной. Напоследок хочется от вас еще какой-то один посыл нашим телезрителям, какой-то мотивирующий. Ну если говорить в рамках агромании или вообще, в принципе, да, там, благотворительности, ну откройте свои сердца и сделайте шаг навстречу тем людям или тем организациям, которые нуждаются. Я всегда призываю людей влиять на ситуацию в той территории, в которой они живут, потому что это родина, куда они в любом случае возвращаются. Вот. И обязательно помнить то, что все абсолютно возможно, любая ситуация решаемая, если на нее влиять. Она не решится никогда, если ждать кого-то, кто ее там придет и решит. Поэтому нужно брать себя в руки, брать своего друга, писать проекты, или можно, в принципе, любые проекты реализовать даже и без денег, но обязательно нужно влиять на ситуацию, иначе по-другому ни сельские поселения, ни Хабаровский край, ни Россия у нас развиваться не будет. Вот на этом предлагаю подытожить. Напоминаю, сегодня в гостях были председатель комиссии Общественной палаты Хабаровского края по социальным вопросам Виктория Макарчук и член комиссии Общественной палаты Хабаровского края по развитию гражданского общества, председатель Хабаровской краевой общественной организации Молодежный ресурсный центр Андрей Ганин. Спасибо большое вам за беседу и за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.